Ладно, друзья, мы сегодня не совсем о политике, хотя и о политике тоже. Я всех приветствую, всем говорю шалом, всех рад видеть, кого давно не видел или кого видел недавно. Приятно, что вы сегодня здесь, в утро воскресенья, когда, в общем-то, это не век, а в очень день. А у всех нормальных людей это выходной утро, чашечка какао, кофе и вообще, и тащиться в синагогу, это геройские поступки. Это очень приятно. Наш сегодняшний герой, Антон Борисович Носик, который безвременно, совершенно как-то неожиданно и печально ушел от нас летом минувшего года, 9 июля 2017 года, пришло грустное известие из Подмосковья, из поселка Пирогово, что у Антона случился сердечный приступ. И не смогли им никак помочь. И он ушел в возрасте 51 года. День рождения был накануне всего несколько дней назад, 4 июля 1966 года родился в Москве. Много разных было мыслей. У нас вообще в нашем калейдоскопе еврейских судей было много разных героев, так или иначе, отстоящих от нас хронологически, либо географически, может быть, там, если мы говорили про таких замечательных людей, как Вуди Ален или Харви Вайнштейн. Они, конечно, наши современники, у нас есть шанс с ними познакомиться, но разделяет нас большое географическое пространство, а также, не знаю, социальное, культурное, тусовочное. В общем, я не знаю, в каких тусовках сейчас тусуется Харви Вайнштейн, в каких клиниках он прячется и лечится, но вот Антон, он был совсем близко от нас, он стоял, и можно было с ним и общаться, и в интернете, и в социальных сетях, и в жизни. Значит, я не могу сказать, что я близко знал Антона Носика, я, конечно, был с ним знаком, познакомились в году 2013 на фестивале юридической книги, который тогда устраивал Али Фрэнкель, ну, у него юридический общенный центр, там, Нару Фрэнштейна, том-3, там, курирующая библиотека, есть, ну, я с Али, конечно, дружу, и с Ликой тоже, и Малек, когда были деньги, и он устраивал фестивали юридической книги, много книг продавалось, вот, и там выступал с лекцией Антона Борисовича, и я к нему так подвалил, и, собственно, сказал, что я из синагоги, не желая для нас выступить, и меня сразу вообще удивило, удивило, что он очень демократичный мне, я тогда как-то еще только начинал работать в синагоге, как-то работать с общественностью, я же по профессии изначально историк-архивист, и сидел в архивах, и с людьми вообще не общался. Шалом-шалом, заходите. Нет, нет. Значит, общался с документами архивными, а с живыми людьми меньше, и, может, он подумал, что здесь кормят, столовая, что-то, и ничем не пахнет, вот. И как-то я с документами общался, а с людьми меньше, и я тогда, шалом-шалом, проходите, проходите. Я тогда не знал, что люди бывают такие приветливые, такие открытые и демократичные, но таких людей, вот сейчас я знаю, на самом деле очень мало. И Носик был таким человеком. Открытым, демократичным. Готовым на контакт, контактировать, и так как-то у нас, и Ниной переписывались с ВКонтакте. Хотя он не очень любил ВКонтакте, насколько я понимаю, у него там друзей поручают 200. Я сейчас зашел утром на его страницу и подумал, а он ли вообще это был? Ну, вроде бы он. Или кто-то, кто курировал полностью его инстаграм, его, вот, собственно, его страница в инстаграме. Он нам был известен, конечно, под ником, который вы можете видеть здесь. Я не буду называть синагоги, по-английски можно прочитать и подписаться, но уже поздно. И это, собственно, последние, последние посты в его инстаграме. Они на концерт Сергея Шнурова, где-то в Москве, там, ну, как-то частный квартир, или что-то в каком-то клубе. Он стримил его, и последний пост, вот, его сын Лев сделал, как он написал, я не знаю, что это имеете в виду, взял какой-то кусочек мыла с черепом, и вот здесь вот. И как символ болельщиков Кубка Конфедерации, что он сделал такой вот мелочек, это оказался последним. Чуть ли не за несколько часов до смерти этот пост появился, 9 июля в час 29, а часа в 3-4 произошел сердечный приступ у него. Я не... У меня есть общие, конечно, друзья, знакомые, кто мог бы подробнее ответить, что произошло, но разные версии выдвигались, что случилось. Но мы можем их не затрагивать, не затрагивать эти вещи. Чем можно поставить в интернете. Но, друзья, не знаю, что Антон Носик, скажем так, отец русского интернета, он это один из отцов-основателей. Я бы вам все-таки напомнил о том, что в интернете появляется разная информация. И в том числе деформационного, как бы унижающего человека свойства, лживая просто информация, фальшивая. Ее нужно проверять. И не вся информация, которая нам встречается на просторах мировой паутины, это есть правда. И это есть какая-то вообще истина. И не всегда люди, которые какую-то информацию размещают в интернете, так на самом деле думают. Вот это тоже нужно помнить, потому что это некоторое второе лицо человека, то, которое он создает для себя в интернете. Одна из апостасей, из выражений человека. Носик тоже об этом говорит, хозяин в интернете, он был достаточно искренним человеком. Все знают его ЖЖ, конечно. Джорнал, страничка в журнале, которая проделана в топ, в десяток основных читаемых страниц ЖЖ. Это последний пост, посвященный живописи. Следующие два поста выше, это уже объявления о том, где состоится прощание, и о лекции «Время носика», которую прочитали в Москве, в лектории «Прямая речь» Дмитрия Быкова и Станислава Буховской. Она есть в интернете. Я даже больше знал его маму, Викторию Валентину Мочелову, с которой я познакомился в 2008 году в Петербурге на празднование столетия еврейского историко-этнографического общества. Проходило это на Маховой улице, этажом ниже редакции журнала «Звезда» в Валент-Соле, так называемом, институт социальных общинных работников, проект Джоинта, который Джоинт лет пять назад закрыл. И вот учитель нас прикрыл в силу оптимизации, Джоинт закрывает многие проекты, уменьшает финансирование, считая, что если у вас есть здесь в Петербурге живая, благотворная еврейская община, вы сами-то не соберете и греете свои проекты, и ничего вам выпетливаться и просить денег. Не 93 года, мы говорили. Вот такой месседж у Джоинта. Уменьшать свое финансовое присутствие. Ну, у меня к этому сложные отношения, хотя их тоже нужно понять. Не будем уходить в сторону и говорить о любимой Диме, о живых окружающих евреях. Тем не менее, тогда институт социальных общинных работников существовал, и там я познакомился с его мамой. А через некоторое время его мама направила на директор Центра Сефер, крупнейшего в России образовательного и молодежного научного исследовательского центра по Иударике. Иударике — это наука об истории и культуре еврейского народа. Ее интервью вы можете прочитать в интернете на сайте Букник, в книге, по-моему, Галины Зелениной. Иударике 2, о возрождении Иударике в конце 80-х, начале 90-х годов. И его маму направила меня в 13-м, провел на стажировку в университет, где я месяц жил и в архивах там копался, подготавливая материалы для своей диссертации по еврейским складам Петербурга в 19-м веке. Так что с его мамой у меня было больше контактов, и я не знал, что это мама Антона Мусика. Я это не знал буквально до, не знаю, до 16-го года, до 17-го года. Вот я узнал незадолго до смерти Антона, что это его мама Виктория Валентиновна. И как-то так это все соединялось довольно причудливо в моем сознании. Ну вот, в Пананке это маленький Антон, это рубеж из 60-х, начало 70-х годов. Какая-то экспедиция, ну, в смысле, как это поездка в Крым, там что-то они ходят и следуют. А кого вы еще знаете на этой фотографии? Латвейн. Правильно. А где она? Вот стоит кудряная. Вот действительно, это маленькое кудряевое чудо, это, как недавно выразился в интервью с Ройзманом Юрий Дудь, это жемчужина или звезда российской журналистики, в чем я, в данном случае, с днем согласен, это Юлия Латынина маленькая, это ее мама. Открылась в литературной... Валис Латынина, я думаю, да, как его зовут, если я не ошибаюсь. Мужчина справа, вот, я не уверен, у меня есть такое ощущение, что это папа Антона. Но я не уверен, честно вам скажу, потому что папа Антон, это писатель Борис Носик, который в 2015 году умер в Париже, похоронен в Ницце на русском кладбище, хотя он не еврей, родом из Белоруссии. Я у него читал только одну книжку, «Русские тайные баринги», но книг у него десяток. Он писатель, драматург, и они довольно рано раздались с мамой Антона, а вот, собственно, мама. И у мамы появился второй муж, или другой муж, я не знаю точно, в мужьях Виктории Валентиновне я не разбираюсь. Она считалась такой красавицей московской, вот. Хотя лично мой папа, который понимает женской красоте больше, чем я, ему все-таки 80 лет, а не 30, как мне, он сказал, да нет, не сказать, что типа особо красивая женщина. Я говорю, папа, она очень харизматичная, ты просто с ней не общался, она интеллектуалка, она полонистка, знает не только польский, но и много славянских языков, и, в общем, женщина же не только как тебе, вот, она красота привлекает, еще и ум тоже, вот. Поэтому Фикта избрасывала с пьедестала Викторию Валентиновну, но я ее увидел, наверное, уже глубоко, за 60 лет с ней познакомился, но она очень красивая женщина. А сзади стоит Илья Табаков. Илья Табаков, ведущий, ну, один из ведущих московских, вообще российских художников, авургардистов, да? В каком смысле ее муж? В прямом смысле, это ее муж. То есть у девушек есть такая особенность, они выходят замуж. Вот это удивительно, кстати, бывает. Раз так звонишь старые подруги, и все поменялось. Значит, это был ее муж, они развелись в 89-м году, он был лет 20 ее мужу. Так он был лучше, чем он был. Он был лучше, чем у Антона, совершенно верно. То есть отец, писатель Борис Носик, который эмигрировал еще в 70-е, 80-е. И вот, вот, собственно, его отец справа. Знаете, похоже на французского шансоньера. Какой-нибудь там Жорж Брасан с ним, но какой-нибудь французский моряр. А это вот его еврейский папа. Антон слева, как вы видите, в своей золотой кипе, золотые листья. Вообще Антон называют человек в кипе. А внизу его сын Лев, Лев, Лева, от его последней жены Анны Писаринской. Ну вот, сегодня видео покажем дальше с женой. Поэтому вот на этой фотографии мамальный Янтон с мамой. И очень живой, очень боевой, как вспоминала сама Виктория Валентиновна. Очень любознательный, талантливый мальчик в языках. А сама Виктория Валентиновна, ее мама, она Гита Кирштейн. Гита Кирштейн-Мочилова. Ну, я не извиняюсь, в ней нет презентации вам программы Кирштейнов. Она создатель сайта генеалогического Кирштейнов и Дорфмана. Ну, просто заходите в Википедию, заходите в Википедию. Там есть статья и про Кабакова, и про Бориса Носика, и про Антона, и про его маму. Правда, без фотографии, но легко закупить. И там внизу, где статья про Викторию Валентиновну, есть ссылка на ее интервью в Бухнике 2012 года, где есть ссылка в этой статье и в этой статье в Википедии на ее сайт Кирштейнов. У нее было несколько ростовиков, она сделала генеалогический сайт, и нашла 756 ростовников по всему миру. На этом сайте 756 человек. То есть, это как закупливающие в Википедии, и там такие святки. То есть, и веет много ростовиков. Вот, фотографию показал папу, и... Он пытался к отцу выехать, уже общаться с ним в советские годы. Не пускали, не пускали. Он вообще был так, не столько артисоветский настроен, Антон Борисович. Хотя назывался бы вообще патриотом, мы посмотрим это видео. Патриотом России. Он говорит, в Прагу выпускали, вот к отцу во Францию не выпускали. И такой был у него смелый матч-бросок. Он попал в 88-м году, когда ему было 22 года. Он попал в Заводный Берлин. Я говорю, я подсмотрел, как у них там между Восточным и Западным Берлином паспортные контроли осуществляются. А у меня была виза австрийская, которую я поставил мамину и подругу в Москве. И я пришел утром, в 5 утра они открыли мой паспорт, введя австрийскую визу, поставили штаб. И я попал в Западный Берлин. И две недели там пройдет, привез оттуда первый компьютер. Первый компьютер оттуда привез. И когда я возвращался обратно, у таможеников Восточного Берлина был полный шок, потому что они не должны меня выпустить, были посадить по этому паспорту советскому. Ну и они минут сорок решали вообще, что делать, как и что, и как. Я еду, возвращаюсь к себе на родину в Советский Союз, я советский гражданин. Возвращаюсь в Советский Союз. Но я не должен был оказаться в Западном Берлине. У меня поразили двухэтажные автобусы, прилавки, метро без турникетов. Ну вот такие вещи какие-то он об этом рассказывал. Вот этот юный Антон, совсем молодой. А в 90-м году, в 95-м году он уезжает в Израиль, служит там в армии, он в форме Цахам, такой милый, совершенно молодой человек. В дальнейшем после службы в армии в Израиле становится израильским журналистом. И где-то в 96-м, 97-м приезжает в Россию, как журналист, он был журналистом из известной израильской газеты «Маариф». Это он уже в России. Он вообще очень живой и очень разный. И очень выразительный человек, от такого задумчивого, романтического до какого-то совершенно, не знаю, даже какого-то израильной фотографии. И когда смотришь его интервью, он мог смеяться и мог так задуматься совершенно, как в какую-то грусть впасть, в какую-то просто тоску. И потом на какой-то эпике интересно выйти из этого состояния. То есть он был очень искренний. В сравнении с уважаемыми вами, нами, Дмитрием Быковым и Станиславом Белковским, после его работы в штабе Собчак, я вообще его очень сильно стал переосмысливать, хотя он такой или что-то удивительного. Вот Артон не был таким. Он не мог работать в штабе Собчак по приколу. Потому что это прикольно, потому что это постмодернистский опыт или что-то еще. Вот он был в команде Навального, в Навальный тим. Потому что считал, что это больше быть на стороне света, на стороне добра, чем играть в какие-то игры. И когда Ксюша недавно ворвалась в эфир к Леониду Волкову, в главе штаба Навального, на эхе Москвы, в чем Волков как-то легко обвинил Алексей Алексеевича Венедиктова. Алексей Алексеевич Венедиктов еще один Леонид, который любит провокации. Не только Антон Красовский, Дмитрий Быковский, Станислав Белковский. А это мы поняли из того, как Алексей Алексеевич долгое время держал на работе такой персонаж, такую давность, так можно сказать, по имени Ксюша Рябцева. Дейся. Мы поняли, что любит провокации Алексей Алексеевич со стороны разных блондинов. Но тем не менее, когда Волков интеллигентный человек из Екатеринбурга, который ей ответил, что не надо быть юденратом, у меня в фейсбуке некоторые люди написали, а что он имел в виду, написав юденрат? Я так задумался и подумал, что юденрат, вы знаете, еврейские советы при немецкой оккупации, которые в гето создавали еврейское самоуправление, еврейские власти, чтобы легче решать еврейский вопрос. Я так подумал, что это нужно откомментировать так, что это, собственно, некоторое сотрудничество во имя в кавычках хорошего, как бы, с темными силами. То есть вот я подумал, что какая интересная формулировка. Так он сказал, я не обратил внимания, меня спросили за это в фейсбуке. Я задумался и подумал, что Волков, наверное, не с потолка взял характеристику, потому что мне вначале показалось, что когда Собчак на тебя набросится, ну, мало на кого из нас набрасывался Собчак, но выдержать это невозможно совершенно. Вот. Тем более, когда у тебя минута, эфир, и тут у вас золотой, и тут человек врывается. Вот как раз ворвется, как раз в шелом шелом, какая чудесная девушка, и начнет мне что-нибудь выговаривать, что я не так профиментировал ее, фотографии и так далее. Вот для Аносика это было невозможно, такие игры интеллектуальные. Хотя в общественной деятельности некоторые провокации, может быть, у него и были. Там, если Россия воевала с Грузией, он мог улететь, а грузин. Если его приглашали в Армению, то он был на стороне Карабаха, он был на стороне армян, и вообще считал, что Азербайджан – странное государственное образование, и был в Азербайджане персоной Нонграда. Позволял себе не самые полинкорректные высказывания. Но, в общем, нам он известен, в Москве он был известен, как человек в Кипе. Это не значит, что он был артоксальным, лимодернийским, евреем. Но вот как-то так, его спрашивали, как у него это произошло. Он сказал, что когда я был в Израиле, мы там жили с женой, первая жена, он его фамилию не помню, с первой женой, и у нас был сосед. Она в нами, в нашем доме, и он входил в еврейскую организацию «Махон-Мейн». «Махон-Мейн» – известная религиозная организация для российских Алим-Хадашин, для российских выходцев из России и Советского Союза, приобщающих их к иудаизму. И однажды он нас пригласил на экскурсию. Я пришел, «Махон-Мейн», мне выдали там одну шапочку, кипу. И мы поехали на экскурсию по Израиле, и вот мы приезжаем на какой-то город в палестинской автономии, так называемом, в Хеврон. И я увидел, как люди, где-то гёстные евреи, «Махон-Мейн» они всех кипу снимают и кладут ее в карман, и идут на экскурсию. И дальше носик употребил такое выражение, которое я не могу запотребить, но я переведу его на русский внимательный. «Ничего себе сказал я себе». Ну, мне что-то в любом случае это говорю. Все эти люди, которые меня приобщают куда-нибудь, они, ну, значит, в карманчик, и пошли. То есть это что, получается, я голосу в своей стране, в Израиле, скрывать, что я еврей, что это вообще такое. И я остался в кипе. Ну, типа, стрёмно, арабы там и так далее, да? Я остался в кипе. И так и стал в ней ходить. Через неделю меня называет главный редактор газеты «Маариф», Док Летховский, и, между прочим, основатель этой газеты, Док Летховский, «Гослушный парень, ты очень перспективный молодой человек, очень талантливый, ты что ходишь в этой штуке? Ты ее сними, у меня уже у тебя 8 доносов от других евреев из газеты, что ты ходишь вот в этой штуке. Ты пойди, все левые здесь, вот это все никто не любит, вот этих книгиозников, ты здесь карьеры с этой штукой не сделаешь». Вот. Ну, тем более, он говорит, я стал это все носить. И его спрашивали, почему там такое? Ну, потому что евреи. Мы знаем, что о евреи, евреи – это с другой стороны, как бы противоположные, с другой стороны реки, с другой стороны дороги, с другой стороны общего течения дел. То есть некоторые упрямства – это такое еврейское качество. Делать не как все, а как ты считаешь нужным. Я уже не раз на своих лекциях говорил, цитируя одного из людей Махун Миггера, Кимка Заполонского, я не знаю, был ли он в этой экскурсии, я думаю, что нет, который говорил, что Рам Божий, хотя у нас в Туле называются некоторые люди Рам Божий, Моисей Мак, Мой Шарабейн, Мор Машэ, то Рам Божий – это не еврейская тема, потому что Бог создал человека, и ему в человеке важен моторчик. Моторчик, твои собственные действия, твоя собственная инициатива. Почему? Потому что Бог создал человека, чтобы было с кем поговорить. Если ты Рам Божий, ты Рам просто, то это может быть хорошо в каких-то специальных ситуациях, но в обычном жизненном общении с рабом общаться неинтересно, а интересно общаться с независимым человеком со своей точкой зрения. Вот Антон этих людей очень ценил, и таким сам был, вот таким моторчиком, которые не движутся в общем потоке. Кстати, почему-то вспоминает один из последних моих проектов, ведь Антон понял, что ЖЖ как-то немножко помирает, уже меньше много интереса, все уже переключились на видеоблог, и он решил стать видеоблогером. На самом деле видеоблогером, который выкладывает в качестве видеоблога своих путешествий, много путешествовал, и он начал с путешествий с Ильей Варламовым, и одни из последних видео с Варламовым, это путешествие по Италии. Пиза, Венеция, Флоренция, и это очень чудесно, и он там столько, столько вещей, но был план, проект некий со Станиславом Белковским, который может в квартиру в Венеции, и тоже любит Италию, написать путешествий по Венеции, они собирались, вот Белковские носят, хотя они не были близкими друзьями, но носят, у него была такая особенность, он мог совершенно хай человека, бомбить человека в интернете, и при этом оставаться с ним в хороших отношениях. То есть очень такой, как бы сказать, с поддевочкой такой сделать пост, просто обидный пост, о тебе, о твоем высказывании, о каком-то твоем действии у себя в ЖЖ, что просто обидно, но при этом там совершенно неиспельно жать тебе руку, обнимать, и считать, что можно оставаться друзьями, а интернет-дискуссия, это всего лишь интернет-дискуссия. Он говорил, ну если ты написал чушь, ерунду, я тебе это предъявлю, я не буду дипломатику как будто сохранять, я тебе прямо об этом напишу. Написал хороший пост, я его перепощил у себя со словами благодарности и так далее. Вот он был такой-то таким человеком, и его гетверки, они удивлялись, например, мы можем много противопоставить найти в интернете, понятно, как любой яркий действующий человек что-то делающий, он вызывал негатив. Ну, одна из книг, например, Штема не гуманистичен, вот этот знаменитый пост, значит, сравнять Сирию с лица земли, по которому была предъявлена 282-я статья, часть первая, разжигание ненависти врасты. И был суд, и предсветил этому сначала 500 тысяч штрафа, хотя прокуратура просила следовало заключение, потом с 500 тысяч перечертицировал на 300 тысяч, и он подал, значит, апелляцию в Европейский суд со правом человека, в высшестоящие суды местной инстанции, и потом она дошла до Европейского суда, она была зарегистрирована, и мы успели рассмотреть в связи со смертью и социала, вот, носика самого. Мы тоже сейчас об этом чуть попозже поговорим. Это, собственно, газета.ру, которую он создал, газетам, лентеру и другие новостные средства информации, которыми он занимался и в Израиле, а, да, в Израиле сказал, что он был сотрудник газеты Маалиф, и он, помимо того, что писал, он занимался обзором интернета, и он занимался тем, что был курьером в газете, и ему нужно было на дискету скопировать материал и нести в другую редакцию, в другое подразделение газеты этот материал. И однажды он зашел в компьютерный магазин и спросил, что такое, ну, какие есть другие способы передачи информации. Там ему объяснили про модель, ну, это объяснение евреи не бескорыстное. Я уже вышел через, там, полчаса из этого магазина с двумя модельами, установил один модель на своем рабочем компьютере, другой туда, где я носил эти дискеты, и узнал, что, оказывается, эти материалы можно передозваниваться, можно переправлять. Через какое-то время я заинтересовался, что этот модель можно делать еще. И потихонечку стал заниматься компьютерными сетями. Первая компьютерная сеть, по-моему, Фидонет называлась, потом интернет, во всем этом стало сбираться. И сначала это был клуб для своих. Вообще, есть правильная мысль о том, что правильная оценка, я бы сказал, что у вас знаменитая лекция в Антоне Носике в июле «Быков и Белковский». Она мне очень не понравилась. Мне почему-то оттуда запомнилось только то, что ну, да, хорошая фотография, но хотите, могу это сделать, какая вам приятная? Эта или вот эта вот фотография? Значит, «Быков и Белковский». «Быков и Белковский»? Ну, смотрите, мне запомнилось две вещи. Вообще, у меня это был сильный удар, как что-то личное. И когда «Быков» сидел и в мобильнике копался, я как-то очень негативно к этому отнялся. «Белковский» и скромно сидел за двигуной, прямая речь, и ничего. Мне запомнилось оттуда, извините, слова «Быкова», о том, что Антон Носик оказывается с очень многими людьми занимался любовью. «Быков» в присутствии у мамы и что-то еще такое. И я как-то, что-то меня как-то не знаю, почему-то это как-то задело, и я удивился, и я опять же, но это все к предыдущему моему, чуть не сказал, посту, мысли не распространять лошонара или плот, то есть спредни и злоязычие не обсуждают о чьеме смерти что-то, наркотическое обвинение, обвинение, интоксикация, которым его обвиняли, или алкогольное обвинение, или наоборот, он бросил пить, и это был синдром отмены, так что столько я ни версии не слышал. Так же и тут, вот «Быков» это сказала, я что-то задумался, готовилась к этой лекции, я переслушал их лекцию, уже успокоившись, уже не в таком шоком состоянии, на самом деле, а я узнал, знаете где, я узнал на фестивале «Стереулета» на лагерном острове наш друг еврейский Илья Баркнюк, продюсер фестиваля «Стереулета» пригласил нас с Ахмутом, мы показывали еврейскую свадьбу, собственно, мы там три хубы поставили, три свадебные богофина для участников этого закрытого фестиваля, ну там можно билеты покупать, разные группы выступают, там был вечер Цоя, симфоническая музыка, группа «Грибы» там зажигала, которая сейчас прекратила свое существование, и, значит, украинская, и все остальные всякие альтернативные музыканты из Нью-Йорка разные, и была еврейская свадьба, и народ там на них хипстеры, они люди порожженные, они как бы, конечно, посматривали на нас, но ничего не удивлялись, больше менты местные удивлялись, которые там охраной занимались, и вот мне звонит мой друг, историк тоже из Мемориала Колеса того, и говорит, первое новое, значит, Илья Глазунов умер, я говорю, ну да, конечно, но ничего страшного, лично для меня, мне просто папа учился с Глазунова вместе в Сакашатре Академии Ходжа, Глазунов поставший, я про Глазунова много знал, и все его книжки «Россия распятая», «Россия над Голомровьем», я читал, это бред собачий вообще, ну то есть не бред собачий, а еврейский заговор, протоколы в Сакашатре Академии Ходжунов, и начал успевать культурой и художник Глазунов, такая смесь, вот, а потом он мне говорит, да есть еще одна новость, вот как ты отнесешься, Антон Носик, я думаю, что, я стал орать, посадить фестиваль, да что, что ты вообще такое говоришь, у него там эфир были недавно, да, и у него был, за два дня до этого, видели эфир, давай успокойся, по-моему, одно из последних его интервью, и вот это было сильно потрясением, вот эти две новости, одновременно, Глазунов и Носик, Глазунов как совершенный, там, ушел во второй план, и в этом тоже обвиняют, конечно, прибиральную интеллигенцию, что вот Носик, если забудут, так Глазунов будет помнить, и художник, ну, на этой реакции, как я тоже об этом сказал, что Глазунов как раз помнить не буду, там будут Носик и помнить. Еще раз переслушал эту лекцию, и там действительно много таких концептуальных мыслей, интересных идей, ну, в частности, общее место всем известно, что зачинать великих идей должно уходить, вот это не начиная проект, а дальше такой человек, такой крятивщик, он будоражит такой проект, дальше проекту нужен функционер. И то же самое, я изучаю историю еврейской общины, и то, что было в еврейской общине последние 15-20 лет, я вижу, что вначале стоит такой яркий персонаж, который подталкивает это все дело, а затем в его место входит функционер. Но я скажу так, что и усталость у функционера тоже есть. Шестив функционер у власти в еврейской организации, например, 18 лет, то нужен опять какой-то креативный человек, который должен сдвинуть, поменять того, кто власти на 17 лет. И поэтому, ну, как говорят, я делаю артист, как говорят, евреи разделяю, была надежда, в том числе у Антона, на Дмитрия Анатольевича, потому что вот какая-то смена на парадигмы, а главное, внимание к интернет-технологиям, и слова Медведева о том, что свобода лучше, чем несвобода, Антон любил цитировать, при том, что Медведев зафрендил его в своем твиттере, зафрендил я это добавил, но при этом Носик активно критиковал планы, помню, Медведев этим занимался, поддерживал переход на Кириллицу, на Домен.ру, там и так далее, то есть он не критиковал, это какая-то дискуссия, открытая, значит, с Медведевым по поводу интернет-технологии, и Медведев высказался, когда не стало Носиком. Это кадр из его «Путешествий по Венеции», где он действительно много-много гулял, знал, Варламу это снимал. Вот, кстати, я вам сказал по поводу фразы «Рак Божий», что это не еврейская тема, а еврейская тема моторчики, хуцпа, внутренняя такая энергия, сподвижная, сподвижная, почему-то по аналогии вспомнил, что слово «чао», когда мы говорим «чао», «привет», «чао», «пока», это итальянское слово «скао», что значит «рак». Ну, то есть, когда ты говоришь «рак» человеку, ты как бы перед ним расшапкиваешь «ваш раб», «скао», вот ты как бы перед ним немножко, ну, как сказать, «хошедное»… под его страстом перед ним вот так вот прощаешься, «вот я ваш раб», «скао», вот сюда послужишь слово «чао». Ну, просто, извините, ух-х-х, мы по аналогии из того, что он знал массу, он знал «тальямо» и «итальянское», он знал английский уже в детстве, «французский», может быть, «немецкий», «итальянский», на этом он говорил. А какая вообще проблема? В детстве с языками проблемы начинаются после 23-х, а до этого не учат, что особого ума выучить несколько языков. Никакой проблемы выучить с таким молодым детским сознанием, когда мозг питывает как губка несколько языков нет, тут большого ума в этом нет. Говорил он на удивление по поводу познаний в разных языках. Вот эта фотография «Прощание» в Москве по-моему, литература 11 июля, вот Ройда Бычкова в темных очках. Тоже очередь была целая на сцену пройти и положить цветы, там главный Робин, Бер Лазар, у него мы видим, что крупный мужчина слева, слева в футболочке это Василий Улькин, а перед ним с букетом Татьяна Фингергава, еще не порезанная, а справа от нее ключи. Редкоцы пришли, их все очень любили, он был на Эйке в июне, за несколько недель, он был на Эйке и говорил о интернет-технологиях, в общем, раносика не стало, многие сказали о том, чтобы не нам позвонить, в частности Навальный об этом говорил, который тоже пришел на практическую груз, когда Навальный потерял чайную своей команды, он и оставил подписи за него, и, в общем, пропагандировал за него, и я представляю, как он стебался на Собчак, ее проект, сообщал Ксения Анатольевна, когда президент 2018, вот, и Навальный написал, что я стал гуглить, что говорят, когда умерли, и греки. Они общались, как-то дружили, он в гостях бывал, у Навального, в общем, носик, был таким настоящим человеком, и он мог объяснить, что происходит вообще, что значат какие-то вещи в политической ситуации, в интернет-ситуации. Сейчас это бесконечно актуально, потому что сейчас интернет, это, может быть, последняя, знаете, был такой литературный вечер, любовь, последняя свобода. Вот у нас последняя свобода осталась в интернете, да, свобода высказываться, искать информацию, что-то делать, призывать людей на какие-то общественные мероприятия, да, просто рекламировать себя. У меня многие друзья, фотографы, раскрутились через интернет, через социальные сети, через контакты, через фейсбук, купили себе машины, квартиры, там, зарабатывают на это, да, то есть они изменили свою жизнь через благодаря интернету, и понятно, что есть огромный интерес его контролировать, его регулировать. Вот недавно я ввел одну экскурсию, скажем так, частную для своих знакомых, это было на выставке Марка Шагала. Сейчас я сделал новую экскурсию, Марк Шагал в Петербурге. Ни у кого нет такой экскурсии, только у меня пока есть, присоединяйтесь. Будет сейчас с Федей Грибковым, северной моделью, и с Дома культуры Льва Улии будет экскурсия по выставке. Значит, на своей собственной экскурсии я узнал от одной Шагала Филки, что на Невском 62, в пространстве от БАК выставлены цветные, фитографии Шагала. Я пришел, познакомился с этими ребятами, и вот сейчас там буду делать экскурсии до Хавели для Турье, и пригласил туда своих знакомых, и после этого мы сидели в каком-то кафе, в ресторане, и там просто одна дама, она директор компании по производству нефтяных труб. У нее несколько заводиков по производству нефтяных труб. Вот такая женщина с характером, прислался на Гогу ко мне и говорит, давайте мне еврейского мужа. Я говорю, вам будет сложно найти с вашим характером, мастера. Будет непросто найти. Я говорю, да, у меня до этого был муж, еврейский чеченец. Я говорю, да. Ну, и что? Ну, вот не выдержал, ушел. а зачем есть? У нас тут еврея шкенадский, это вообще, вот, еще более скромные люди. И, она бы сказала, что она общается со всякими там, грушниками и прочими. Все, все пытается контролировать. Вот сейчас под контроль берут биткоины, биткоины, экспорт майнинг, полкчейн, вот эти вот вещи. Но все, конечно, у нас все контролируется. И к интернету сейчас огромное внимание со стороны специальной службы и так далее. И кто как ни носит, мог ответить на любой вопрос о какой-то, о какой-то ситуации в интернете, о лайках, о канцилайках, о фабрике троллей ольганских, которые сейчас переезжают на Салушкин, переезжают на Салушкин, в 55-м, в другой адрес, да. Он все знал, все, 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 как это работает, да. Он мог ответить вообще на, наверное, почти на любой вопрос и помочь в любой просьбе. Вот это совершенно удивительная вещь в носите. Кто-то спрашивает, как защитить свой, например, свой аккаунт, чтобы его не просматривали так. Пожалуйста, он отвечал на этот вопрос. Как скачивать бесплатно фильмы в интернете, что-то? Он отвечал на этот вопрос. Другой его спрашивал, вы знаете, вот порнохаб закрыли, вот что делать? Он искренне отвечал человеку, что делать, если вы закрыли его любимый порнхаб, значит, доступ, как обойти и так далее. То есть он каждому, вот, страждущему, он совершенно искренне помогал. Без какого-то внутреннего стеба, приколов, издевательств, вот если человек, он считал вообще сторонником абсолютно свободы, свободы человеческих выражений. Каждый выбирает себе сам свой жизненный путь. Главное, говорил он, не надо париться, не надо, я считаю, там отрывочек, где он это говорит. Вот фотография, сделанная за два дня до смерти, это, собственно, эфир Радио Свободы. Эфир Радио Свободы. Сейчас мы перейдем к видеозаписям. Я бы такой итог сделал, подытожил. Артон Носик отец отец Рунета. А кто-нибудь сфотографируйте вот это вот все, потом мне перешлете, я маме покажу, Викторию Валентиновне, что у нас такая лекция. Пофотографируйте кто-то у кого есть смартфон, там он вот не окружает. Прошу, прошу, подфотки, чтобы потом мне это дело переслать. Значит, Антон Носик не только был отцом Рунета и развивал благосферу, какие-то платформы, блоги и так далее. Он я как раз подготовил я сначала назвал акцентом называемого отецом Нета. И знаете, что подумал? Что он был отцом, основателем и создателем современной российской свободы. Вот в целом свобода России сегодня это дело рук Антона Носика. Значит, свобода общаться, общаться, да, переслать информацию какую-то, делиться мнением, делиться информацией, получать информацию, получать какую-то помощь, да, просить помощь, собирать деньги. Это вот все современные технологии, которые существуют сейчас в интернете, которые мы пользуемся, когда мы вывешиваем пост в ЖЖ, на фейсбуке или где-то еще, да, или, не дай бог, нам нужна помощь, или мы готовы зайти на сайт «Помогу.org», это один из сайтов, который он создал, да, или нам нужна бизнес информация, бизнес FM, он тоже один из основателей бизнес FM, да, или нам нужна лента, и нам нужны другие источники информации. Эти все технологии поддерживал и делал, создавал Антон Носик, да, которую мы сейчас пользуемся, потому что свобода, она хороша как консенсия, как идея, как протест, выйти на площадь, с каким-то лозунгом, в советское время диссиденты выходили, я не знаю, но если бы он был диссидент, в институте учился, но он не был стоматологом, он был, вообще в целом не трудом, потому что это лечебная факультет, друзья, спасибо вам, потом подойдите ко мне, меня тебе на карту не перешлете. В целом, да, он был врачом, он говорит, что мои родители хотели, чтобы я был филологом, ну, филологом, это как-то оценится, вот, армия, в армию пойти, или в тюрьму сеть, потому что он, там, после 10, 11, 12, попозже, он стал, стал ходить, стал общаться с людьми в Москве, которые преподавали подпольные ивриты, и в 16 лет его преподаватель иврит, я сейчас забыл фамилию, он сел в лагерь, да, потому что преследовали ивриткуржуазные, из эксионизма, идешь, да, можно было, был издатель, Деремос, издатель, правда, виргелий, был редактор, книги выходили на идиш, газеты выходили, там, не знаю, на идиш, да, советский шагиев, советская родина, язык буржуазного государства, государства, агрессор, государства врага, тем не менее, он учил, и увидел, что происходит, и он подумал, зачем мне быть хирургом, лучше буду врачом, врач и в тюрьме пригодится, и в армии пригодится, там, не знаю, медбрат, санитар, фельдшер, врач, поэтому он был по профессии, был врачом, но вообще, что себя считал коммунитарием, да, вот, а почему я об этом заговорил, я до этого находил, а, мысль, собственно, главная мысль, что это один из создателей, а потом был одним из создателей современной российской свободы, ее технологий, которым мы пользуемся, да, и это очень важный момент, то есть он для всех, для нас, создавал этот инструмент, инструмент, быть и чувствовать себя свободными людьми, и свои человеческие настроения, интересы, самовыражения, устремления реализовывать в этой платформе, в том инструменте, который, который он создал, а именно интернете. защиту он тоже создал, потому что, скажи, высказывали, и всякие такие, и прочее, это тоже, это очень важный, что вы имеете в виду, чужие, конкретные. иногда вот даже уступы, в теме, что это не будет, для нас, но, если вы не сказали, как вы будете пожароматься, что-то такое, то есть, написано, что если кто-то выступает, как чужие, минимум, или оскорбительные, какие-то замечания, защиту, я понимаю, так? Ну, заблокировать, да, человек заблокировать, или, не знаю, писать, или, это свобода, свобода, это же тоже можно нас воспринимать. Ну, конечно, нет, любая свобода, это, знаете, как будто я, 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 как будто змеиный я, маленьких дозах, это лекарство, больших, это я, да, свобода, есть и в интернете, и, конечно, огромное количество проблем, потому что и интернет-зависимость, и зависимость от гаджетов, он говорит, что я могу два дня пробыть без интернета, но я рады, что такие два дня в моей жизни не случатся, говорил он, ну, что, постоянно нужно писать там, и его спрашивали, вы хотите быть в ТОПе блогом? Он говорит, нет, у меня нет такой задачи, я просто, если есть в мире какая-то вещь, по теме, о которой я высказываюсь, по теме, о которой у меня есть мысли, я высказываюсь, здесь масса вещей в интернете, в жизни, в мире, которые происходят, и у меня нет своей точки зрения, я не пишу, а вы что? Кстати, о блогерах, о тех же видеоблогерах, которых, допустим, вам не нравились, он мог снибаться, а он очень спокойно сказал, вы знаете, Саша Спилберг для меня не производит впечатления человека, у которого есть что сказать, например, да, поэтому я не смотрю видеоблоги Саши Спилберг. давайте посмотрим кусочек передачи 2009-го города, как раз есть немножко с семьей, это история деталей, данные статистики, 40 миллионов россиян, постоянные пользователи, интернет, все, что ты с ним собеседуешь, что ты с ним собеседуешь, на то и... газету «Умю» с руком, и даже сервер национального банка из Ваиля, и все это онлайн, без лишних выходов, из реальности виртуальный, в обычную, и в этой реальности, и делать-то нечего. Это лучше, знаешь, что ты с ним собеседуешь, что ты с ним собеседуешься, ты видишь его, ну, когда же я, там, 15 лет, и я, который, который, может быть, применим самому, хорошо, умеет сыграться на 15 лет, да, или наоборот, может быть, в отличие матери, может быть, с помощью переносителей, может быть, и то, и второе впечатление, он оказался бы уезжал. Не очень, не очень, я, не не точный пароль известен лишь особо приближенным к интернету ежедневно начиная с 2001 года на гуси к стимографии не там свою жизнь кому интересно может узнать о том и прадца известного писателя Бориса Носика и про неме неизвестного отчима Илью Кавакова собственно происхождение объясняли потёртую зельняшку имя обе джинсы и богатую фантазию типичный интерфейс интернет-гуру в советской сбоке по третий делам вот я родился в городе 23 года государство которого я был рабом крепостным и хотя окружуру меня добавил колючий круг и это государство решил можно мне поехать в правую посмотреть на мою тётю сказал что можно можно я поехать в Париж встретиться своим отцом что только считал что нельзя да и вот значит ворок рушится это государство я ну посетил там всю западную Европу которую я всю жизнь думал что я никогда не увижу потому что меня тогда не выпустился посетил восточную Европу Австрию и это просто израиль мне очень понравилось мне больше понравилось это проект пожить и в 90-м году в в компании в компании существовал неэффективный способ передачи данных в компанию смерт способ что живой человек на дискете внес данные из одного и этим человеком блуде поэтому я задумался над тем чтобы процесс передачи назвали этого я зашел в компьютерном магазине там мне рассказали мне это совершенно бескорестное решение что еще он умеет дозвониться до компьютерных серверов на этих серверах есть есть общение с новшим интересом в августе 90-го года. С тех пор я заросля переначал компьютерную сеть. Вот жена и маленькая компьютерная сеть развернули в России, Родина позвала носика устами тех, кто решил продать дорогой интернет дорогим россиянам. В 96-м в Москве только появился первый безлимитный тариф – 60 долларов в месяц. В Яндексе и Рамблера еще не существовало, а Альберт Попков с одноклассниками еще только увлевал. После 400 ежедневных обозрений в черный интернет о носике узнал весь миллион тогдашних интернет-юллеров России. Пять лет назад ему сесть попалась и золотая рюкка. Сегодня Аня Золотце и полутора годовалый золотистых Лев Артонович Носик одни из редких печи хотя бы на время закрытия интернет-браузера. Ты больше нам посажен на черный тар, чем вживую с ней общаться. В качестве человека, ведущего урожая, она была мне видна как субъект моего списка друзей урожей. В то время как Карл Пахтин, в котором она училась, или там круги, в которых она общалась, концерты, в которых она ходила, там я увидел значительный урожай. Я увидел свою крайнюю сквозь, свою интернет-браузеру. Который по слову о жизни, она по-прежнему о жизни пишет. Пишет, что вот ребенок заговорил, пишет, что тот ребенок пошел, и книжку прощал по всему, на кино посмотрел. То есть, на это все про свое время. Ну, жену посмотрели, маленького счастливого, конечно, подросток. Я видел фотографии вечера памяти у Бибко-револитивной бабушки, собственно. Вот небольшой кусочек эфира Школы Злословия, где был носик примерно в то же время. Тоже было 2008-2009, мне кажется. Ну, в интернете написано, что его не показали по телевизору, не знаю. Скорее, сейчас поговорим. Кое-что было на дожди. Интересно, что потом удалили из общего доступа. Чего носят пудинг-батанеры? Пудинг-батанеры. Пудинг-батанеры. Ты сейчас на слуху займи в работу. Хотя ты его знаешь, посмотри-ка. Я все же в предмете. Я понимаю. Да, нажали клавишу. Ты нажимал. У тебя этот слух музыкальный. А ты бы хотел... Ну, знаете, я русский звук, когда я слышу. А вот с листами... То есть ты бы хотел быть... Да нет. Все играют на детали. Все читают ноты. Все понимают, что такое такое. Кто все? Кто эти все? Где он нашел? Каких всевых? Так я в компанию попался. Плохая. Все понимают, наверное. И это, да, действительно, это проблема. И очень грустно. Что я не могу не только писать, но и читать могу в мозг. Могу только скинуть. Читать в мозг. Ну, вот есть такая программа, да? Есть. И некоторые считают, что это естественно. Открыто читаешь, а только как-то не звучит. Вот у Битхоина, например, так-то могло звучать. Потому что вот здесь вот понимация заросла очень быстро. Ты считаешь за вторым годом. И, тем не менее, не помешал нам еще за 6 лет после этого. И писать и... Ну, ты мечтал кем-нибудь стать, кем ты и не стал, ну? Ну, конечно, если бы там фея пришла бы и попросил бы у нее вот это самое. Что? За тех же? Ну, если ты настоящий ботаник. Правда? Ты даже на феи за тех же попросил. Ну, а что? Где нет, что-то это? Да нет. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Саша, вы хулигану хотели бы? Да, не надо хотеть. Это надо все расстановить. Не было? Ну, он не очень понимал, в чем он пришел. И он же не понимал. Если ты, конечно, бывшийся предмет, он приезжающий. Я не знаю, в чем, собственно говоря, радость. Я не знаю, что это было. Понятно, понятно, конечно. Потому что если бы вы соседатель, то они могут быть разрушителем. А это было так же. У меня всю жизнь, да. Разбить можно было, как бы, вы грязь и там, вот, по себе. Это, конечно, чудесно. Ну, если бы не мечтали быть хулиганом, да? Я не понимаю, это был прикол. Так, друзья, из чего-то такого, ну, на самом деле, хулиганского тут у меня есть кое-что. Ну, например, давайте начнем с Майнканфа, скажем так. Проведу пример другого судебного или, как сказать, другого дела, связанного с заинтересованностью следственных органов. В Самаре провайдеры обязали охраничить доступ к сайтам, где был опубликован Майнканф и доктрина фашизного мусормия. Как Вы считаете, имеет ли право вообще вследствие вмешиваться в работу провайдеров? Можно ли закрывать такого рода сайты? И все ли сайты такого рода можно закрыть? Я думаю, они опасны. Наверное, все сайты невозможно закрыть. Просто может быть, как вы хостинг, да? И найти способ, как бы, посмотреть. По поводу того, что люди начитали Майнканф, мне кажется, наоборот, если надо знать своего права лица, надо читать Майнканф. Ну, допустим, я не читал Майнканф, но я хочу прочитать Майнканф. Мне просто обескураженность. Нет, просто обескураженность. Нет, просто, что я не знаю, просто я в целом время... А может это казаться интересным настолько, что Вы увлечетесь дальше? Вот, захотите еще что-то? А сейчас все дальше позор, вот, занимаем. Разберется, надо вопрос. А что вы считаете по этому поводу? Я считаю, что это ничего дубичного позора. Закрывать сайты? Это федеральное законодательство. Это федеральный список экстрементских материалов. Там больше тысячи строк. Там, в частности, есть Майнканф. Это чудовищный позор и трудовища. То, что мы боимся этой книги. Эту книгу написал бесноватый Филор Павловный. Да? Это книга глупого, ограниченного, самодовольного, тупого филосферма. Ты глупого, ты читаешь, ты понимаешь, все ничто. А мы читали? Все, конечно, все идейное ничтожество и фашистским диалогом. А вы купили ее или скачали? В смысле? Она продается? Она продавалась, издавалась. После авто России внесение в список экстрементской литературы произошло через несколько лет после того, как она была истана здесь. Но, кроме того, она не была во всем целом мире и словом она состранится. А во всем арабском мире она была в список экстрементов. Это значит, мы боимся увлечься, да? То есть эта книжка представляет нас опасность, потому что гостям кажется, что мы их никакого зацепим. В нашей власти думают, что кто почитает «Майнкапф» сразу начнет с Дига и русских власть. То есть волшебная книжка, получается, в глазах нашей власти. С точки зрения российского законодательства, за «Майнкапфом» признается магическая способность любого превратить нацистов. Такой веры в гениальность фюрера, я думаю, что со времен их поражения Германии в Второй мировой войне никто не высказывал, как высказывают российские войны. Вот. Пример такой парадоксальный, на самом деле очень логический, логичный, мысленосимого устройства, его мышления, его сознания. Вот такое мнение, на самом деле, тоже не мифологическое, не общепринятое, не какое-то контекстуальное, а независимое свое. Вот такое мнение учит себя мыслить. То есть такие люди, общение с такими людьми, учит как-то это размышлять совершенно нестандартно, да, нестандартным образом. Поэтому Носик и занимался им преподаванием. Мне кажется, что лет 15 или больше он преподавал в интернете в Московском университете на журфаке. и вел разные семинары, в том числе семинары в России, например, США. И когда я готовил эту лекцию, ко мне позвонил, ну, написал, скорее, не позвонил, но хотел созвониться. Написал знакомый еврейский нам, шкалуннист нашего сайта Синопоги в прошлом. И стал меня расспрашивать про Носика, насколько я его знал. Я сказал, что он был на его семинарах. Я сказал, я на семинарах не был, знал его очень мало. Он говорит, ну, как же ты тогда можешь о нем говорить? Ну, он его фанат, он его ценитель, он его… он любит Носик, он постоянно его читает, пересматривает. Для него это тоже было удар и потрясение, как для меня. Он мог спокойно нас поднимать. Я вообще больше могу, он до сих пор не может. И он говорит, как же вот ты так можешь все это дело об этом говорить? На что я ему сказал, Дим, ты понимаешь, что мой главный принцип – это искренность и любовь. Я искренне к нему отношусь, с искренней любовью. Для меня это потеря. И я считаю, что это уже дает право тебе размышлять о любом предмете, о персонаже и поделиться этим персонажем, этим понятиям с окружающими тобой людьми. Это вообще хасидский принцип. И у Носиков был такой принцип, да? Но действительно на этих семинарах люди удивлялись, что такое настоящая лекция, что это настоящий семинар, настоящее интеллектуальное занятие. Будь то Талмуд с хорошим правилом, будь то историческая лекция или мастер-класс по компьютерным технологиям – это ты встаешь через полтора часа, и у тебя начинают двигаться мазки, ты чувствуешь, как ты их поднакачал, как они зашевелились, да? Я учился на историческом факультете, много было заросших преподавателей, но такой эффект был только у одного преподавателя – Олега Николаевича Кена. Его вот сыновья сейчас в общественном движении, муниципальные депутаты. Он, Кен, умер в осенью 2007 года. Ему было 47 лет. То есть ему было 51 год. А Кену было 47. Он был историком российско-польских отношений, межвоенная Польша. Тоже связан он был с мамой Анатона Носика. Как историк-полонист, да? И он великолепно учил размышлять. Носик как-то, где-то я его прочитал или увидел, он был в эфире какого-то канала, где я только что вернулся в двухчасовой лекции. У айтишников читал лекцию про будущее. И я говорил, ребята, расслабьтесь, никакого будущего нет. Есть прошлый робот и есть сейчас, есть настоящее. Не надо заморачиваться на какое-то далекое будущее. Ищите его корни в настоящее. Погружайтесь в настоящее. Смотрите ребят, которые развивают какие-то технологии. В этом будущее. А не в том, что вы планируете себе какую-то абстракцию, да? И начинаете париться по этому поводу. У меня было здесь интервью, очень интересное интервью. Совершенно душевное. С Татьяной Кизелевской, если я сейчас найду. Ну, не так, что вот в основе майка мы посмотрели. Вот. Интервью. И тут цитата, как то, что человек, считающий себя. И тут цитата, как то, что человек, считающий себя. Идеалом, вряд ли заслуживает, заслуживает, как уже, оценки от окружающих. Да. Ну, человек, который стремится совершенно, по определению, понимает, что у него есть разрешение. Ну, а человек, который считает себя совершенным, то есть, мы довольны, одежностью необычным. Чем-то мне просто интересно, да? Понятно, что думающий человек, понимает, что у него есть разрешение. В чем смысл мастер-класса? Ты, как бы, объясняешь, понимаешь, что он нескрушенный, и не объясняешь, как с этим же. Нет. Вы что-то слышали, друзья? Нет. Вы слышите вообще что-то? Вам смешно? Нет. Значит, давайте тогда я своими словами. Мне не нравится эта слуха. Да. Значит, ээээ... Достаточку открою. Значит, эээ... Тём говорит... Игонатильный... Что он говорит? Он говорит о том, что... Эээ... Нельзя чувствовать, конечно, эээ... Эээ... Себя... Эээ... Себя идеалом. Потому что, ну, известная мысль, там, психолога, что есть ты реальный, и ты воображаемый, да? Эээ... Человек, который чувствует, что он идеален, он, конечно, самовлюбленная, эээ... Эээ... Ээ... Свиньяк, он говорит. Но человек, который не чувствует себя идеально, но переживает из-за его состояния, тоже неправильно. То есть, есть два состояния. Принять себя таким, какой ты есть, да? И не париться. Опять же, слова из этого интервью. А если ты всё-таки паришься, что ты какой-то не такой, пытаться что-то изменить в своей жизни, да? Но принять себя, ээээ... Значит, таким, какой ты есть, это... Научиться видеть свои какие-то плюсы, свои достижения, да? Конечно, можно переживать, что ты пойдешь к повороте, и не забил, как Леонель Месси, столько голов за, там, не знаю, за Барселону, да? Ну так, эээ... Ну и фей, ну и время с ним, говорит Антон. Ну зато я вечером пивка поферу, да? И нормально, и всё-всё хорошо. Может быть, вполне такой взгляд на... 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 на жизнь. Но нужно понимать, что в силах каждого человека, сколько угодно голов за Барселону, ограничение у человека только в его голове, да? Вот в том, что он видит что-то, вот разницу, зазор между собой реальным и собой идеальным, или, там, идеальным Месси, и не двигается в эту сторону. Каждый может вообще в любом возрасте всегда двигаться в эту сторону идеала и достигать. Да, ведь Месси тоже, говорит нам в этом интервью, родился где-то в Аргентине и преодолел 12 часов на самолете, пролетел и стал забивать за Барселону там, да? Ну, в принципе, а вам что мешает, на самом деле, начать... начать вот такое саморазвитие? Важно не врать самому себе о том, какой ты есть и кто ты есть, да? Вот важно себя не обманывать. Значит, не обманывай, не обманываешь, понимаешь, кто ты есть, принимаешь это, научаешься этому радоваться, не радуешься этому, тогда развиваешься дальше, да? Недоволен уровнем своих достижений, так пойди достигни чего-то еще, да? Вот это вот, может быть, немножко другими словами, например, я дословно цитирую его такую идею. И еще интерес этого интервью, что у меня... я верю во Всевышнего, верю в какие-то Вышние силы и... А, она ему говорит, говорит, а что если... а здесь ему 50 лет, это осень сентября 2016 года, да? Ему остается жить там меньше года, да? Я ему 50 лет исполнил. Это в Москве происходит. Татьяна Киселевская, израильская журналистка. А что если... у тебя что... какая твоя главная радость жизни? Главная радость жизни, что я отец, что я воспитываю сына, вот уже около десяти лет, и это самое главное... это теоретически можно понять, но не понять, когда у тебя практически рождается ребенок. Вот это самое главное, чем я занимаюсь в моей жизни. А когда ты понял, что важно вот не париться, а принять себя такой, какой каким-то есть? Говорит, лет после сорока, я так понял. Он говорит, лет после сорока. А вот если ты что-то с сыном, не дай Бог, говорит, она что-то случится с тобой. Он говорит, понимаете, по этому поводу переживают люди, которые считают, что они центр мира. Что они властители вообще всего и везде должны успевать. Что-то в своей жизни нужно давать, так сказать, на откуп, на добрую волю высших сил. Да? Что не все от тебя зависит. Не все ты должен сделать, и все деньги должен заработать. Не все ты должен, значит, всем что ты должен доказать. Да? Есть высшие силы, которые участвуют в твоей жизни. Я к ним отношусь хорошо. И по предыдущему опыту 50 лет я считаю, что, в общем, они ко мне хорошо относились. Поэтому у меня с ним такая вот такая конвенция, и мне очень хорошо пребывать в этом состоянии. Очень комфортно. Что я за что-то отвечаю сам, а за что-то отвечают высшие силы. Я делегировал часть ответственности за свою жизнь, свою семью, свою судьбу Всевышнему как Богу, высшим этим силам, а они мне дают какое-то пространство для свободы выбора. Это очень хорошее основание для спокойной жизни. Поэтому я живу спокойно и не нервничаю. Вот такая вот, мне кажется, очень мудрая мысль. Посмотрите, сороковая минута интервью на вопросе, ты должен жить с собой в гармонии. Так, вот еще у нас есть всякие видео, чуть-чуть буквально осталось. Сейчас еще одно покажу. Что, может, про свободу размышляет? Размышляет. Я хочу понять. Может быть, действительно, мы, кстати, все равно разделяемся. Страшно идти мы от народа и не очень понимаем, так сказать, может быть, у нас разный запрос свободы выбора. Конечно, разный. Дело не в этом. И можем ли мы тогда объединяться, понимаете, на этой почве, за свободу выбора и не выяснить ли в процессе, что мы все за разумом свободы и разойдемся не только по две страны баррикад, а по 8, 10, 15? Нет, знаете, мировой опыт показывает. Опыт стран гораздо плотнее населена, чем Россия. Показывает, что, как говорил один известный инновратор, «Свобода лучше, чем не свобода» не для узкого круга, обожавшихся черной икры, обладателей май. Но и для последнего крестьянина в ирвадской низкой дирекции все-таки свобода больше, чем не свобода. Для 380 миллионов жителей сиональных штатов там народу гораздо больше, чем в российских дирекциях. Мне про нас больше интересно. Вот вы просто. Какая разница? Вы что думаете, что в Америке все выдвинуты? Вы что думаете, что в Индии имеют людей, которые меньше получают, чем россияне? И в Америке есть, но и для них свобода лучше, чем не свобода. И они тоже не мечтают о констлагере. Да, и Китай этот пресловный такой, который мы знаем уже, в политической параде. На самом деле там свобода, но много раз больше, чем в России. Потому что там нет бизнес, да, по умолчанию. Там нет системы рэкета. Там есть коррупция. Там нет такого рэкета, что как только ты чуть-чуть пользу голову от земли, то ты умеешь убивать тебя в лоб в ствол, да. Там нет экономической свободы. Почему в Китае нет оппозиции, да? В нашем понимании нету реального противостояния. Почему он? Запад мечтал бы видеть в Китае антиправительственные выступления, и говорит, что их задавливают. Нет, нет. Обойти китайский фаерлот пресловный. Это одна минута работы с настройкой фронт-десервера, да. Через минуту даже нет. У нас поверили человек. Устанавливает человека. А в Китае не надо было на фейсбук. Я через минуту там был, да. Это не дело зарушения факторов. А в том, что люди страшно признательны этой власти за возможность работать и зарабатывать. Со времен ДСРП, я добавлю. А где? А где? Ну, то есть мы видим, что и, не знаю, меня удивляет его, конечно, масштаб, охват и географические путешествия, и размышлений про Китай, и про Индию. Но про Ирана не верят, чтобы там был. И про арабские страны знают, как израильцанин, человек болеющий, переживающий за Израиль. А вот я думаю, есть ли у меня самый... Вот куда делся самое хулиганское видео с... Эх, видимо, не скачалось. Ну, мы посмотрели основное, друзья, с вами. Вот тут кадры... Кадры... Прощание с Носиком в Москве. 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 Глава самая конечная связь. Как тут делал, который был в 2004 и 1966 году? Говорит его коллега, друг, соратник Демьян Мудрякцев, тоже медиа-дети, журналист, у которого недавно отняли российское гражданство, и у него осталось только израильское. Кстати, у Носика спрашивали, вы что предпочтете, российское или израильское гражданство? Ну, конечно, израильское. Как-то он, помните эту фразу? Как-то он очень интересно это аргументировал. Называя наших министров, которые сами стремятся, и всяких олигархов в еврейских власти, сами стремятся иметь иностранное гражданство, сами полагая, что там назад, ну, вообще в странах, не в России, больше свободы тоже, да? Ну, на аргументировании у вас уже хорселя. Ну, конечно, да. Это уже на Мостряковском кладбище, на Еврейском, в Москве. Ну, вот тут есть разные версии официально, что это сердечный приступ, а что это, чем был вызван? Ну, он праздновал свой день рождения, что у него, забоев начался или что это, мы не знаем, я не знаю точно, я говорить не буду. Вот, ну, он, видите, он с тросточкой, вот там интервью на «Дожде», два этих интервью, у Козырева и Меньшовой, и у Мангай Танны, он с тросточкой говорил, что сосуды пошагивают. Вот, и когда он как-то на эхе выступался, в знаменитом интервью тоже, после которого статья на него, против него была возбуждена по враждению ненависти, у меня вообще было ощущение, что у него инсульт произошел. Ну, я никакой информации не нашел, он настолько ему заплетался, как язык, и настолько, ну, да, как пьяный, пьяный, такой мягкий, какой-то форм, главный, на спиной. Он так говорил, что я думаю, что инсульт у него был, или он дико пьяный пришел. Ну, вот, с Папелли, немножко выпившим, пришел в эфир, и там, в общем, Парсирийцев так конкретно высказывался. Вообще, его вот эти выражения, когда умер Фидель, когда умер Чайвис, вот, известный его пост, «мартышка от Дуплинаса», да, или когда умер Фидель, что на одним подонкам, мерзавным стало меньше, да, и это ему стали предъявлять, как бы, когда его «грузья» эти семиты, в кавычках, да, из интернет-пространства. Я согласен с Гурковским, который сказал, что это не было его морально, это, сказать, некоторое выражение мнения, а он себя вот этими постами, этими фразами, как бы, поднимал на тот эмоциональный уровень, который соответствует событию смерти диктатора, какого-то, не знаю, общемирового лгуна-гуна, троллера, который мог троллить весь мир, там, да, но потом впоследствии у Чайвиса, там, Матура. Которому Чайвис является в виде птички и говорит, там, как править страну, да, во сне, ну, вот этот троллинг такой общемировой, вот, он как-то эмоционально себя поднимал на этот уровень, чтобы соответствовать событию. То есть вообще для него, говорят сейчас, вот в том же Фейсбуке, после смерти Носика, стали появляться такие, там, чудовищные посты о том, что он все, что мог, сделать. То есть его Господь забрал ровно тогда, когда его миссия была выполнена уже. У него были новые проекты, у него были, ну, там, свой Google, который назывался Google, вот, кто ты и Google, да? Такая сеть, сеть для своих, сеть для своих, ну, вот, справочник, закрытый справочник, скажем так, да, универсальный по странам, по, не знаю, меры, там, не знаю, меры любесов, длин, там, и так далее, валюта, или, ну, погуглите, посмотрите. Были какие-то отдельные проекты, но большого проекта, такого для него, как бы, вот, у него не, у него не было. Поэтому он пошел работать на радио «Серебряный дождь», там у него началась своя передача, они только критиковали тоже, там, музыку, которую ставили. Он, потом, он только начал, он только начал незадолго до смерти, поэтому он потихонечку уходил в видеоблог, то есть его детище, LiveJournal, живой журнал, он потихонечку уходил в небытие, и если у него раньше там было полтора миллиона читателей, и их количество сокращалось, он Варламову еще в Венеции говорит, да я читаю, я вообще видео не смотрю. Он говорит, ты подписан на мой видеоблог? Он говорит, нет. Я вообще видео не смотрю, даже свои видео не смотрю, да, я читаю, это был человек читающий. Но он видел объективно, что люди, людям тяжело читать час своего времени, прочитать там полкнижки или что-то еще. Люди лучше час потратят интервью, Дудя посмотрят, да, и он это объективно понимал, и у него есть интервью, где он говорит, что фейсбук это канализация текстов. Ты не можешь в фейсбуке, это он говорит в 2013 году, ты в фейсбуке не можешь дать ссылку на свой текст, да. А в ЖЖ ты через 10 лет, у тебя есть адрес у этого текста, ты можешь послать этот адрес, люди могут почитать, это более основательный подход к знанию, к информации, к высказыванию человеческому, да. Насколько я понимаю, сейчас можно дать ссылку на пост свой в фейсбуке, и в 2013 году Носик считал, что фейсбук не дал ни одного блогера, ни одного автора, сейчас мы понимаем, что уже блогеры уходят в фейсбук, потому что картинки, аудио, там, не знаю, какой-то более интерактивный интерфейс для общения, а ЖЖ как раз уходит. Я не знаю, с этим связано или нет, но вот так люди говорят, я считаю, что это жестокое мнение, и человек с таким опытом нужен, чтобы отвечать на вопросы, да, по поводу интернета, вот то, что я рассказывал, нам сейчас не у кого спрашивают. Многие люди, которые занимаются интернетом, весьма ограничены в своем потенциале ответить на наши сложные вопросы, они его не создавали, они не знают начинки, они не знают людей, которые этим занимают, Носик знал со всех сторон. Еще одна претензия к нему, что он был такой оппозиционер, но так хорошо дружил с властью, даже с людьми, которых он притиковал, в том числе в Кремле, там, ну, поговаривали, что у него были покровители, Сурков, Дворкович, как бы он с ними дружил, они люди интеллектуальные, Сурков и Дворкович, Сурков вообще еврей, ну, мама еврейка, папа чеченец, вот, по-моему, он зовут Арсен Дудай в настоящей жизни, как-то так, Асламбек, да, что-то такое. У него есть еще любой пентературный псевдоник? Какой? Натан Дубовицкий. А, точно, 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 да, ну, вот, это ближе к корням. Вот, ну, ну, я думаю, что дело, дело не в этом, дело не в этом, дело не в этом, не в том, что они были покровители, а в том, что я сказал, что, в общем, к людям очень позитивно, вот, в самом высоком смысле этого слова относились, не просто так формально, а открываются людям абсолютно всем. Это удивительно. Людей с таким отношением, вот, я не видел, я не видел, пожалуй, больше, кто бы мог как-то вот так открываться, не знаю, контактировать, воспринимать как-то вот душой тебя. Вот этот вот взгляд такой, он мне очень близок, и он часто впадал в такие состояния, как, ну, какой-то, не знаю, обреченности какую-то, хотя тот же Быков считает, что вспоминать на усилий всегда приятно, всегда, всегда весело. Сейчас, может быть, я это в какой-то степени чувствую, но в июле я весь июль прожил в абсолютно шоковом состоянии. Хотя узнал о его смерти, так удивительно, во время фейковых еврейских свадеб на фестивале стилю лета. И вот, я думаю, что итоговая мысль будет именно о том, что, как бы, мы потеряли отца и создателя технологии свободы, которые у нас сейчас есть, и вопрос, как мы с ними поступили. У меня спросили, поеду ли я на конференцию Центра Сэфи, скоро будет конференция в Москве. Ну, конечно, хотелось бы маму его повидать, с ней поговорить не только в фейсбуке, если я сговариваю, и тяжело, конечно, очень было, но в целом, вот, среда людей, с которыми он общался, друзей, это большая, конечно, потеря, но это люди оптимистичные люди, деятельные. Я думаю, что останавливаться, конечно, не стоит. Не думаю, что он сделает все, что мог. Ну, что так за это убью за стилом было бы у вас? Стив Палмер, вот хорошо, что вы видели, Стив Палмер, это известный менеджер компании Майнклассов. Дело в том, что Стив Палмер, знаменитый человек, это человек, это первый человек в мире, который заработал 50 миллиардов долларов на так называемых опционах. То есть он не был ни владельцем компании Майнклассов, ни родственником владельца. Потому что люди из списка Форбс, из списка миллиардеров, как правило, у людей, у которых вот эти вот десятки миллиардов, да, это десятки миллиардов с чего-то, с того, что ты владеешь, а не чем ты управляешь, да. Вот Палмер, это тот управленец, который заработал как управленец, не будучи владельцем компании Майклассов и всего этого бизнеса, да. Говорят, что он в состоянии 50 миллиардов долларов. И он приезжал в Москву в 2008 году. Ну, мы сейчас понимаем, что все изменилось. Стив Палмер очень ненавидит компанию Apple. iPhone, Apple, все, что делает Apple, потому что Apple конкуренты. И при нем, когда Apple стала развиваться, капитализация Microsoft упала на 35%. То есть он как бы начально на капиталатры, но так как рынок, свободная конкуренция, как бы не очень. Он еврей, мама его из Белоруссии, по-моему, из местечка Смиловичи. Это откуда художник Хаим Сутин, которого вы можете увидеть на выставке музеев Эмберже. Модельяне и Монпарнас, Модельяне и другие, легенды Монпарнаса. Модельяне и другие легенды Монпарнаса называют это выставка. Были людей в Белоруссии? Вы? Сходите. Сейчас увезут все эти картины. Вроде бы они подделки. Французская выставка чудесная. Полно наших людей. Там из европейских евреев только Амедео Модельяне. Остальные белорусские евреи из местечка, как Фаларина. Очень любопытная выставка, очень милая. Вот он тоже из Смиловича и это Степпалмер. У них была дискуссия с Носиком. И Носиком там правильно дискуссионный вопрос задавал. Почему Эмбол там развивается и открывает свои офисы, а у вас нет офиса в Москве, например. У вас нет какого-то, не знаю, штаб-квартира, мозгового центра в Москве. То есть из всех интернет-деятелей для дискуссии был бы был Носик в этом дом слева. Смиловича, это под Пинском. У него расстающая фамилия по маме Дворкин. Дворкин. У него английская фамилия мамы Дворкина, скажем так. И он приезжал со своей семьей недавно. Белорусу к Александру Григорьевичу Лукашенко. Побывал в местной синагоге в Пинске. Пришел к ним пофальтовать. Ну вот здесь есть интернет-переводы и дискуссии. Собрались разработчики IT-технологий, да? Потому что это взлевали IT-технологии. И многие вещи в старых интернет-доносиках он предвидел. Он предвидел развитие соцсетей, он предвидел развитие Apple, он предвидел планшеты, он предвидел развитие Facebook. Может быть, где-то были какие-то вещи, которых, опять же, у него были враги. Которые ищут косяки у него, находят. Что он не обо всем знал так идеально, как он говорил. Но невозможно вообще все знать на самом деле, да? Что он где-то ошибался в каких-то технологических вопросах. Что-то такое, например, он говорил, что мы будем общаться через гугловские очки, через то, что мы будем надиктовывать. Я не знаю, есть ли это сейчас. Но окей, гугл мы можем спросить, да? Но при этом он понимал, что когда мы сидим в кафе, мы не можем надиктовывать. Нам лучше набирать, нам приятно оставаться инкогнито. Чтобы человек, который сидит даже напротив нас иногда в каких-то ситуациях, или рядом, чтобы он не слышал, что ты говоришь, да? Это уже, это формат телефонного разговора, а не публикация в социальной сети, да? То есть здесь еще, ну, здесь будет следующая технология диктовать силы мысли. То есть подумал, и у тебя детство появляется, да? Но это еще там, может быть, 3-5 лет, а сколько-то там, 10 лет. Ну вот. Читать дальше. Ну и тогда, в принципе, лекция будет молча проходить. Может быть, и шумеет, а вот я пришел там, и вы как, ну ладно, и все киваю, да? А что, друзья, я думаю, что, в принципе, еще чуть-чуть, и вполне, вот. Есть такая точка зрения, что социальные сети тебя абсолютно открывают. Раскрывают, открывают тебя. А хочется иногда немножко не все о себе рассказывать, правда? Ну не все. Ну что-то оставлять при себе, естественно, человеческое желание, да? Мы иногда с другими людьми живем годами, и они что-то важное о нас не знают. Если мы в силу какого-то предыдущего опыта, либо характера, не можем это открыть. Человеку, с которым мы живем долгие годы, да? И вообще есть такая концепция, что, может быть, им не нужно совсем его сталкивать, он будет в шоке от того, что у тебя внутри, и ты этим с ним поделился, да? Так вот, есть такая мысль, что все равно социальные сети – это мир, как бы, открытость, и нужно быть собой. Нужно стараться быть собой в социальных сетях, да? То есть показывать свое истинное лицо, потому что так или иначе, в той или иной форме оно будет раскрыто. Потому что даже если тебе все неизвестные люди, и ты там неизвестный персонаж, хотя бы один что-то о тебе знает, и расскажет это в каком-то формате, и… Ну, тебя это, может быть, другие люди не нравятся внимания, но тебя это может зайти, если ты это скрываешь, да? То есть нужно быть максимально собой, все, что ты открываешь, принимать в себе самому, да? На самом деле это такая… Ну, у меня есть один знакомый, который освоил это в том смысле, что у него есть жена и дети, но он не совсем верен своей жене, но он решил открыть всю эту информацию, и если он общается с девушкой, так пусть она видит только с профиля, вот это дети, это жена, там это вот он любит жену, там это он ее обнимает, и пусть там девушка сама решает, говорить «up to you», как это по-английски. Это типа касается тебя, да? Я к этому сложно отношусь, А с женой у них такой, знаете, пакт, как сказать, соглашение, как в американской армии касательно геев, которые там служат. «Don't ask, don't tell», да? То есть она его не спрашивает, но он не говорит. Но нет, для меня это некоторая все-таки проблема, не знаю, мне кажется, что это не совсем кошек. Ну, вот, а это оскорбляет уже его жену немножко. Это, знаете, как, извините, опять сошлюсь. Это как, кстати, очень жалко, что Дуд не успел взять интервью у Носика, хотя, с другой стороны, он во многих своих интервью много сказал, вряд ли он что-то бы раскрыл такое, потому что Носик сам, как мастер провокации, к любым ответам был готов, отвечал максимально открыто, и его трудно было спровоцировать что-то, да? Но Ройзман относительно его личной жизни, ну, это, наверное, Ветеринбурга, да? Он уже там, жена, смотрю, он с 86-го года, да? Но у него был роман с начальницей штаба, который еще возлюбленный губернатор Ветеринбурга, да? Вот одновременно там был любовный треугольник на уровне девушка, значит, некоторая молодая женщина, мэр и губернатор, да? И у них была такая большая война по этому поводу. Еще в году назад там их сотрясало, вот. Ройзман на это ответил, давайте дальше, давайте не будем отвечать на этот вопрос, потому что это может задеть третьих лиц, они бы не хотели об этом говорить, вот. Давайте я закончу, знаете, чем? Я думаю, что вы все, конечно, знаете этот пост, но Носик как-то высказался о смерти, вы знаете, да? Ну, такой фольклок, там, там, сто фактов о себе, смерть. Вот что он написал. Однажды я, вероятно, умру. Я не подлежу к числу оптимистов, склонных надеяться, что на их веку современная медицина запретет бессмертие, или хотя бы замораживание телесной оболочки для сохранения ее в летах до поры, когда технологии капремонта физических тел станут на промышленный поток. Про инкарнацию я ничего не знаю. Следовательно, даже если допустить, что она имеет место в природе, то та собака, которая в следующем рождении станет мной, будет так же мало со мной нынешним связана, как то дерево, которое было мной до 4 июля 1966 года. Тем не менее, я нахожу невозможным поверить собственную смерть. В том смысле, что мне трудно себе представить этот час, когда весь известный мир вокруг меня продолжит свое существование, но я перестану быть и восприниматься его частью, а останется от меня лишь накрытая белой простыней безжизненная оболочка с чертами внешнего сходства до памяти знавших меня людей. Поверить в реальность такого события не поможет мне даже то, что я ситуацию постоянно и разнообразно репетирую. Во-первых, я более или менее каждую ночь засыпаю. И это та же самая смерть, потому что мир перестает существовать для меня, и сам я перестаю существовать в нем, перестаю участвовать. Есть такая еврейская молитва в том, что благодарен Всевышнему, что он возвратил душу после сна. Во-вторых, я много путешествую, а отъезд из любой местности так же является смертью в миниатюре. Дальше Носик цитирует непередаваемые для меня цитаты о смерти на французском языке. Посмотрите, пожалуйста, друзья, я просто не хочу, когда я могу попытаться прочитать, но я сошлюсь на более понятные цитаты. Там несколько две цитаты, или три по-французски, две классических, а доносит. В нашем москульте наиболее распространенная версия той же мысли от Жанны Агузаровой, перечеркнутой, Ильи Резника, «Расставание, маленькая смерть». Ну, дальше французские корни эти цитаты. Еще одну репетицию небытия воспел Бродский, написав в 80-м году, «Из забывших меня можно составить город». Количество моих жизней, которые необратимо закончились на одном моем веку, едва ли хватит пальцем пересчитать, но всякий раз невозможно поверить, что так же без лета пройдет и нынешняя. Что все вещи, которые меня сегодня живо волнуют, трудно будет вспомнить или понять, почему мне было до них дело. При этом я совершенно понимаю, что от моей способности поверить в будущее события ничего решить не зависит. Тысячелетиями покидали этот мир люди, у которых наверняка были те же когнитивные ограничения, что и у меня. Смерть — это то, что бывает с другими. Цитата из Нью-Каспли. Поэтому все, что я могу сделать, чтобы избавиться от неудобств, связанных с мыслями поддерживаемостью собственной смерти, это отказаться от привычного естественно-испытательского взгляда на это событие, не анализировать его возможных обстоятельств, не рассматривать каждый прожитый день и каждую буквенную сигарету как лишний шаг к последней черте. Смерть — всего лишь частный случай будущего, в котором не останется черт настоящего. И покуда живем, можно находить в ней, безусловно, пользу, так как она дает неисчерпаемую пищу для философских раздумий и поэтических опытов, Одним из которых я завершу сегодня свой рассказ. Тот жив и умер, та жила и умерла, и эти жили и умерли. К одной могиле другая плотно прилегла, земля прозрачная стекла, и видно в ней, кого убили и кто убил. На мертвые пыли горит печаль добра и зла. Поверх земли метутся тени, сошедших в землю поколений, им не уйти бы никуда. Из наших рук от самосуда, Когда такого же суда не ждали мы. Не ждали мы невесть откуда. Немножко не угадал. Это сихотворение от Сени Тарковского, моего любимого. Я вообще люблю цитировать его стихи, читать его стихи с интонацией. Я просто когда-то... Ну это не совсем интонация Тарковского. Если бы откроется фильм «Зеркова», любимый фильм Андрея Тарковского сына, там есть стихотворение чудесное. Вы услышали, как читает там Тарковский? «Свидание наших каждое мгновение, Мы праздновали как бы выявление». С небольшим таким оконем. А любимый мой поэт для подражания это Бронский, конечно. «Пырёт в тоске необъяснимый, Сиди кирпичного носа». Ну и так далее. Не буду сейчас. Когда-то у меня хорошо это получалось. Бронский на втором месте полторковский. В этом плане. Вот таким, казалось бы, не совсем весёлым, но философским стихотворением мы и завершим нашу сегодняшнюю встречу. Друзья, больше не буду вас отрекать. Держат ваши дни, время и ваши дела. Спасибо, что вы пришли. Приходите в следующий раз 11 февраля. Но там уже всё будет по классике. Будем говорить про Бен Бориона, по-моему. Вот в марте у нас будет опять такая лекция. У нас будет лекция, которая будет называться, «Отпрою маленький секрет». Она будет называться «Еврейский вопрос и русские баклеры» про Оксимирона. Вот. Это уже не по классике мы пойдём. Это будет уже... Ну, действительно, это вообще огромная тема, потому что какой-то... Когда появился Оксимирон, я стал всем этим заинтересоваться, узнал, что он еврей. Мама еврейка. Род семьи каких-то связан с синагогой. Она работала библиотекарем, что мне близко. И потом узнал, что есть ещё евреи в таком антеграундном релике. Вот, Оксимирон перестал быть антеграундным. И есть в таком гламурном репе евреи. Это Тимати и Жиган. Вот. У которого вообще татуировка на руке вот здесь на еврите Всевышний всегда со мной. Вот. Ну, мало того, что мы слово и логи не... Ну, так, ну, как бы не принято вообще так особо лишнее раз вспоминать. А вот татуировки напрямую запрещены Торы. Просто напрямую. Там написано так. Что нельзя на себя всякие изображения наносить. Но и Тимати, и Жиган, они все совершенно разрисованные такие ребята. Вот. И дружат с московским хабатом. Шлому Ставропольский постоянно в клипах у Тимати гекурирует. Вот. Тимати приходит в хабатские синагоги. Ну, это хабат. Хабатцы, да, как мы где-то так понимаем. Не важно кто, не важно кто. Вы можете быть на лице статуировки на гендавида прийти в синагогу. В общем-то, если вы еврей, ну, даже если нет, то они вас не выгодны так. Вот. Из хабатской синагоги. И, в общем, все это любопытно, потому что я стал смотреть обзоры, там вообще жизнь кипит в этой теме. Стал смотреть обзоры, и везде слово еврей. И я понимаю, что это сотни тысяч молодых людей, которые слушают эти обзоры, и ничего не знают про еврейство. И мы написали Аксимирону в Твиттере или где-то в социальной сети, что типа, Окси, давай приходи все на коку, давай ответим. А то, что ты где-то о них говоришь, и для тебя эта фишка некоторая, а мы тут, значит, страдаем, ну, не будем, или мало, и что, да, приходи. Но настолько совершенно популярность, у него штура меняет. Ну, как-то вот. Даже московские еврейские организации пока не пришел, хотя они гораздо больше денег, чем у нас. Они тоже закидывают к нему уточку. Вот. Но план позвать Аксимирона в Синококу у нас есть. У нас есть. Вот. Ну, не знаю, если он снизойдет со своего олимпы известности, и он сначала с гнойным батлится, потом в Америку поехал, дизастера выдал. Вот. Конечно, это действительно прикол, когда русские евреи батлятся рэпом с американским арабом в Сирии Сирии. Это, конечно, что такое. Вот. Носик эти вещи, конечно, тоже любил. И воспринимался очень живо. И он мог и попробовать спеть группу «Грибы» в походе по Флоренции, например. Да? Ну, без особого музыкального способа. Он же говорил, например, с Татьяной Толстой, что у меня сальфеджи. Я попросил бы Уфи и сальфеджио. Вот. Не денег, не жениха, там, не знаю, как девочки просят, а сальфеджи попросил, чтобы можно было напевать что-то. Ну, так. Друзья, все, спасибо. Это я вам рассказываю уже планы на будущее. Наши внутренние салфеджио. Я надеюсь, что эти аплодисменты, они огромны. Там огромны, всячески застрелят.